Это проекция Итоги Бриф, я Каежан Смогулов. Здравствуйте! Сегодня вы узнаете, что будет происходить с курсом доллара, как изменение цены валюты отразится на стоимости импортных товаров и отечественных продуктов. Как глобальный экономический кризис бьет по отечественным гигантам сырьевой индустрии, будут ли спасать горно-металлургическую отрасль? Кто и как может воспользоваться государственной программой рефинансирования ипотечных займов и почему ее надо оценивать трезво? Но начать хочу с другой темы. Итак, ковид-19 проник в Казахстан. Количество зараженных растет пугающими темпами. В пятницу объявили о четверых, сегодня добавились еще двое. Представители власти убеждают людей, причин для паники нет. Инфекцию везут из других стран. Поэтому, если вы не общались с кем-то, кто недавно прилетел из зоны риска, шанс заболеть минимален. Во-первых, должно быть наличие контакта. Контакты подразделяются на близкий или потенциальный контакт. И также наличие клиники должно быть. И поэтому сразу, если приехали, вызывают особое опасение и настороженность. Именно мы госпитализируем, изолируем лица, которые относятся к первой категории стран. И сразу при изоляции мы у них проводим забор анализа. А другие граждане, это с первой, Б и второй, третьей категории лиц, им мы рекомендуем и мониторируем проведение домашнего карантина. Если вы обнаружили у себя какой-либо из симптомов, то есть поднялась температура, начался кашель, не спешите идти в поликлинику. Лучше вызвать скорую на дом. Если у врача возникнут подозрения, что это не просто ОРВИ, ваши анализы отправят в специальную лабораторию. Искать ее адрес и телефон пока бесполезно. Напрямую пациентов там не принимают. Во всяком случае, сейчас в столице. На сегодня управлением здравоохранения определены уже две медицинские организации, где мы планируем, готовим забор на проведение диагностики коронавирусной инфекции. Сегодня, после подписания постановления главного государственного санитарного врача, в котором будут пересмотрены категории стран и критерии для проведения лабораторных исследований. Пока же врачи настойчиво повторяют элементарные правила безопасности. Избегайте многолюдных мест, чаще мойте руки, воздержитесь от рукопожатий. И самое главное, старайтесь сохранять спокойствие. Недаром то, что сейчас происходит в социальных сетях, психологи называют эпидемией истерии. Паника – вещь еще более заразная, чем вирус. Некоторые ринулись в магазины, чтобы закупиться консервами и макаронами. В ответ заместитель премьер-министра Ярлай Туджанов заявил, что в Казахстане запасено на полгода вперед 19 видов социально значимых продуктов. Вот то, что касается продовольственной безопасности, вот это всегда на особом контроле. А продовольственная безопасность – это экономическая и физическая доступность. Физическая, то есть человек в любое время должен иметь доступ к продовольству, экономическая, должен иметь возможность купить по приемлемой цене. Если поддаться вот таким вот ажиотажным таким вот вещам, то в первую очередь может пострадать только само население. Я рекомендовал бы все-таки проявить максимум, как бы успокоиться и не поддаваться на такие слухи. Ну, напомнить, хотел бы конец 80-х, начало 90-х годов. Помните, когда мы переходили к рыночной экономике, в магазинах было шаром покати, но в любой квартире, в любой квартире были целые продовольственные склады. Говорили, что в магазинах нет мыла, нет стирального порошка, нет там еще чего-то. А в тех домах, вот в хрущевках тех, вот маленькие, 5 квадратных метров кухни, в ванной, там, в туалетах были сделаны антресоли, они были забиты хозмылом, стиральным порошком, всем-всем-всем. Было же это? Было. Зачем сейчас опять идти на это? Вопросы возникли и у депутатов. Азат Перуашев в своем запросе затронул сразу несколько моментов, которые беспокоят малый и средний бизнес Казахстана. Например, каким образом будет определяться обоснованность или необоснованность цен? Будет ли при этом учитываться вся цепочка стоимости, или крайними опять окажутся лишь производители товаров и магазинчики у дома? Даже не говоря об импортных товарах и сырье, о плате кредитов банкам, коррупции и так далее, значительную долю себестоимости составляют тарифы монополистов в энергетике, водоснабжении, владельцев подъездных путей, всевозможных управляющих компаний над ними, созданных в том числе самими акиматами. Их аппетиты, миллионные зарплаты и бонусы сидят в хлебе, молоке, крупах, макаронных изделиях, детской одежде и так далее. Цены на эти товары акиматы будут контролировать в первую очередь, а поборы монополистов с их производителей, как правило, остаются без должного внимания. В Китае, кстати, заявляют, что в целом практически справились с коронавирусом. Теперь глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Джун Наньшань дает советы другим странам, как победить COVID-19. Главный фактор, по его словам, это жесткие меры государственного контроля. Во-первых, здесь необходимо учитывать в целом специфику китайского общества. Если мы говорим о Китае, то здесь необходимо понимать, что в китайском обществе традиционно доминируют коллективистские ценности, которые ставят в принципе интересы общества, государства выше личных свобод и интересов отдельных индивидов. Относительно вопроса того, готово наше ли общество и государство в целом, то здесь, конечно, необходимо учитывать ряд рисков. Во-первых, ключевое условие, на мой взгляд, это то, что в принципе наше общество в целом еще не сталкивалось с угрозой подобного масштаба. С другой стороны, необходимо отметить, что в целом в обществе доминирует некий правовой нигилизм, когда граждане стремятся нарушить те же нормы определенные и так далее, запреты со стороны государства. И в этом плане государству тоже необходимо проводить определенную идеологическую информационную работу и усилять идеологическую работу в этом направлении. Вот простой пример. Среди превентивных мер против коронавируса в Казахстане, которые применяет государство, есть и временный запрет на работу кинотеатров. Логика простая. Фильм в среднем идет полтора-два часа. Люди находятся в одном помещении, дышат одним воздухом. Если попадется хотя бы один зараженный, под угрозой окажутся все зрители. Тем не менее, владельцы кинотеатров обратились к премьер-министру с коллективным заявлением. Они просят Оскара Мамина отменить запрет. Затем представители одной из сетей и вовсе опубликовали в Инстаграме заявление, мол, пока не получим ответ от властей, кинотеатры будут работать в штатном режиме. Потом, правда, появилась информация, что сеть все же приостановит свою работу. В мире снижаются цены не только на нефть, но и на базовые металлы, которые Казахстан продает за рубеж. Медь, хром, цинк и так далее. Насколько при такой ситуации казахстанские горнометаллургические предприятия смогут конкурировать на глобальном уровне, и какие факторы могут повлиять на их затраты? Вместе со специалистами выяснял мой коллега Даниэр Сериков. На предприятии горнометаллургического комплекса Казахстана работают примерно 250 тысяч человек. Пока массовых сокращений в отрасли из-за снижения цен на металлы не намечалось. Однако в целом ценовое снижение дает о себе знать. За прошедший 2019 год наша обрабатывающая промышленность недополучила 800 миллионов долларов экспортной выручки. И это как раз напрямую влияли цен, так как примерно 80% обрабатывающей промышленности – это наши базовые металлы. Медь, катодная, алюминий, цинк, свинец и другие. В 2019 году было давление под давлением факторов, в первую очередь, торговой войны, которые напрямую влияли на потребности китайского рынка. Китай в мире потребляет половину всего материалов и сырья. И, соответственно, мы также пострадали. Ситуация усугубилась из-за коронавируса. В итоге цены по ряду металлов снизились в среднем на 15% в сравнении с концом прошлого года. Отрасль циклична. Ценовой спад происходит каждые 5-6 лет. Обычно за падением следует рост. Сегодня цена меди стоит 5600 долларов за тонну на лондонской бирже, если в декабре они стоили еще 6200-6300. В 2015 году цены упали до 4500. Вот тогда была действительно проблема по отношению Казахстана. Почему? Потому что у нас тенге курсу доллара было 180. Тогда у нас издержки были большие. Однако у нас в 2015 году была свободная была, так называемая, да, ну скажем, девальвация прямым текстом тенге. И мы сократили, по сути, в два раза наши издержки. Это рабочая сила, да. Мы зарплату, они же два раза получать не стали же больше. У нас тарифы два раза не повысились. Руда собственная. Нынешнее снижение курса тенге может помочь, как показала девальвационная подушка 5 лет назад. Но такая, как говорят о способность, искусственна. Наилучший выход – это технологическая модернизация предприятий. Не обеспечившие ее будут страдать от падения цен. Меры господдержки в сдерживании тарифов на транспортировку электроэнергии и железнодорожных грузов не слишком помогают в снижении себестоимости. Хотя в критической ситуации государство может предоставить налоговые льготы. Когда цены падают, естественно, если рентабельность отрицательная, эти компании могут рассчитывать на определенные, именно в части налога на добычу по львовам, на определенные скидки. То есть это понятно. Насколько, если этого достаточно будет, этого механизма, я думаю, компании могут выжить. Но, понятное дело, если этого механизма недостаточно, то есть этого инструмента нужно будет оптимизировать затраты и так далее. То есть это уже от компании зависит от... Кто-то может операционные затраты какие-то там начнет оптимизировать, кто-то там со штатами начнет. Но хотя правительство совместно с компаниями хотят, чтобы люди не сокращали. В следующем году намечается повышение налоговой нагрузки и принятие экологического кодекса. Кроме того, естественные монополии могут увеличить свои тарифы. Все это повлияет на конкурентоспособность казахстанских предприятий ГМК. Но если все же рассматривать стоимость нефти, изменением которой специалисты отчасти объясняют повышение курса доллара к тенге, то возникает резонный вопрос. А что же будет дальше? Именно этот вопрос я хочу адресовать финансовому эксперту Нургали Нурмахамбетову. Он сейчас на прямой связи с нашей студией из Алматы. Итак, на ваш взгляд, действительно, что произойдет дальше? Ну, я думаю, мы начнем тестировать 430 уровень. То есть, тот уровень, который, наверное, многие сейчас эксперты смотрят. Почему? Потому что все ориентируются на российский рубль. Есть прогноз, что мы где-то выйдем по российскому рублю в ближайшее время за 75. И будем стремиться к 80 рублям за доллар. То, естественно, поскольку мы очень тесно, наша экономика взаимодействует, то мы, скорее всего, тоже пройдем по этому сценарию. Это примерно эквивалент у нас 340. Поэтому, поскольку вчера ночью был какой-то ужас на американских фондовых биржах, ну и на мировых фондовых биржах, такие падения обычно быстро не отыгрываются. Не надо ожидать V-образного движения обратно. То есть, именно все эксперты за рубежом сходятся, что это реально рецессия. Во втором квартале уже прогнозируют, что американская экономика минус 2% покажет. Поэтому здесь ситуация очень тяжелая. Поэтому уровень 400 я как бы своим друзьям обычно рекомендую срочно закупайтесь. Потому что 430. И потом, если все это дальше будет ухудшаться, то мы и увидим 470. Поэтому первый и второй ориентир отдаленный, конечно, но первый ориентир 430. Картину вы нарисовали, откровенно говоря, достаточно мрачную. Ситуация тяжелая. Да, в рамках, в масштабах страны на уровне государства что-то можно сделать, чтобы минимизировать потери? Ну мы тут должны двигаться в тренде. То есть, ситуация такая, что мы не можем на это повлиять. Ну правительство, ну когда такие глобальные движения, то есть падение бирж на 20%. Если смотрели фильм «Волк с Уолл-стрита», когда он пришел на работу и бам, день остановился. Вот точно такой же момент произошел вчера. То есть, да, это тяжелая ситуация. Скорее всего, Штаты и Европа уже входят в рецессию. Скорее всего, мировая экономика входит в рецессию. Тяжелая ситуация будет с ценой на нефть. Как мой один знакомый сказал, что мы, скорее всего, будем тестировать 30, а потом 25 долларов за нефть. Ну, вот такой достаточно. Это не мрачный, это базовый прогноз. Поэтому в целом ситуация достаточно тяжелая. Не надо смотреть на нее, что это как бы какие-то иллюзии и все такое. Да, ситуация достаточно тяжелая в мире. Поэтому мы, поскольку составная часть этой глобальной экономики, естественно, это повлияет на нас. Каким образом это пройдет, то есть очень быстро или достаточно медленно, я думаю, что наши регуляторы выйдут в что-то среднее. Не так, как в прошлый раз, когда 3-4 месяца мы там затяжкой держали курсы и все такое. То есть сейчас таких денег и средств нет, чтобы тратить, чтобы население закупилось долларами и все такое. То есть как минимум год, вы думаете? Я думаю, что в течение месяца мы где-то вернемся, будем на уровне где-то 430-440. Возможно, к лету что-то успокоится. Почему? Потому что вот эта пандемия, если вы посмотрите, даже по Евроньюзу с утра я посмотрел, Италия вообще все закрыта. В Америке NBA и NHL закрыты сезоны. Это большие деньги, на самом деле. Практически идет тяжелейшая ситуация с производством сейчас. Падение доходов всех авиакомпаний. То есть это скажется на нас тоже, поверьте. То есть мы как бы составная часть этой большой экономики. То есть она идет процессом-процессом. Естественно, каким образом девальвируют наши валюты? Вот это вопрос. Ну, скорее всего, я думаю, что в течение двух недель мы пойдем за рублем, мы сходим где-то на 430, закрепимся за 400, первым делом 410. Люди привыкнут. Главное привычка. Успокойствие же нужно. Потом мы сходим на 430. Если вдруг все дальше будет ухудшаться, и в Америке, вот вчера Лагард выступил, ну, ей уже некуда снижать процентную ставку. Она на нуле так и стоит. Она же не будет минус один процент делать. Поэтому-то стимулов, каких-то инструментариев зарубежных центробанков уже нет. Поэтому, надеюсь, что-то придумают за две недели, какой-то дополнительный, чтобы успокоить рынки. Но если также дальше будет продолжаться ухудшаться, то мы как бы на эмоциональном факторе можем заскочить за 450. Я говорю только эмоционально. Но курс 430, это вполне реально. Я думаю, что это процентаж больше 70%. Понимаю. Что ж, огромное вам спасибо. Мне осталось только напомнить, что на прямой связи из Алматы с нами был финансовый эксперт Нургали Румахамбетов. Огромное вам спасибо. О том, что казахстанская экономика слишком сильно зависит от цен на сырьевые товары, говорят уже очень давно. Но пока усилия по диверсификации особо ощутимого результата не дали. Нет даже определенного понимания, в какую сторону двигаться. То ли аграрный сектор развивать, то ли IT-индустрию. У депутата Мируярд Казбековой, например, свое видение. У нас, если развитие легкой промышленности, все-таки квази-государственный сектор, у нас потребности очень большие. Это Миноборона полностью, постельное белье, КТЖ, пожалуйста, полностью могли бы развивать эти вещи. Другие какие-то садики, медицинские учреждения. То есть это было на заре образования Казахстана. Тогда очень много было предприятий, маленьких предприятий, как артели, ателье, которые именно выполняли эту продукцию, выпускали эту продукцию. Трикотаж легкий, какой-то детский трикотаж. И это тогда способствовало развитию именно малого и среднего бизнеса. Прямо легкие были кооперативы тогда, помните, были, выпускали, вязали что-то, шили. И я думаю, что сегодня настало время тоже именно в этом направлении двигаться. Проблема в том, что для инвесторов, особенно зарубежных, сырьевые сектора остаются наиболее привлекательными. Чтобы переломить ситуацию, государство хочет внедрить механизм инвестиционного налогового кредита. Его будут предоставлять без процентов на три года по КПН и налогу на имущество. Об этом на неделе рассказал вице-министр национальной экономики Мадит Акиев, презентуя в Мажелесе поправки в налоговый кодекс. Сработает или нет? Посмотрим. Рядовым же казахстанцам более знакомы обычные кредиты. Сейчас суммарно все мы с вами должны банкам свыше 4 триллионов тенге. Но эксперты все же считают, что проблемой закредитованности в нашей стране особо нет. Другое дело ипотечные кредиты у тех, кто оказался в категории социально уязвимых. Тут уже человек рискует остаться без крыши над головой. Чтобы помочь в такой ситуации, государство предусмотрело специальный механизм рефинансирования. Как он работает? Давайте разберемся. Вот уже три недели, как в Казахстане принимают заявки на рефинансирование ипотечных займов по госпрограмме. О результатах пока говорить рано, но сотрудники банков уверяют, что люди обращаются активно. Таким образом получить жилье станет проще. Не всем, конечно, только определенной категории заемщиков и только по определенным займам. К третьей части программы относятся те займы, которые уже были рефинансированы ранее в рамках программы рефинансирования валютных или программы рефинансирования ипотечных займов. И только для тех граждан, которые относятся к категории социально уязвимых слоев населения. Речь идет о людях с инвалидностью первой и второй групп, пенсионерах, неполных семьях, многодетных, детях, сиротах и других. Сейчас насчитывается более 7 тысяч человек, которые могут обратиться в банк за рефинансированием. Причем они должны до 1 июня 2020 года обратиться в тот банк, где брали ипотеку. Только в этом случае можно воспользоваться всеми механизмами программы. В частности, они могут пересмотреть основной долг и установить льготный график платежей, начинающихся ежемесячных платежей от 20 тысяч тенге под всего 3% годовых. Кроме того, банки должны соблюдать минимальное сохранение прожиточного минимума у тех граждан, с которыми они работают. Иными словами, банки должны сделать все, чтобы ежемесячный платеж стал минимальным, а его выплата не сказывалась на бюджете семьи. Кстати, если жилье уже перешло на баланс финансового института, то он имеет право сдать его в аренду клиенту с последующим правом выкупа. Жилище передается в аренду на основании договора аренды. Стоимость передаваемого в аренду жилища определяется по наименьшему из значений текущей рыночной, либо балансовой стоимости жилища на дату принятия жилища на баланс банка. При этом совсем не отдавать деньги банку не получится, даже несмотря на то, что для компенсации потери Национальный банк уже выделил почти 45 миллиардов долларов. Именно за счет этих средств заимщикам снизят долги и процентную ставку. И напоследок. Роботы активно вытесняют людей из некоторых секторов экономики. К 2030 году 800 миллионов профессий будут замещены продуктами цифровых технологий. Такими прогнозами поделились эксперты на форуме в Алматы. Вот я, например, тоже могу остаться без работы. Ну а что, на нашем канале Атамикен Бизнес уже трудится виртуальный ведущий Айсанж. А кто еще завтра может быть вынужден осваивать новую специальность? Это профессии, которые очень связаны со стандартизированными процессами. То есть там, где есть четкий алгоритм выполнения. То есть, например, это кассиры. Финансовые аналитики. Это будут такие профессии, как сотрудник колл-центра. Эти профессии максимально стандартизированы. В них есть четкие алгоритмы выполнения должностных функций. И вот эти профессии, скорее всего, будут заменены роботами. На этом все. Всего доброго. И будьте в курсе всех важных событий.